Всем привет, друзья! Это четвёртая часть альтернативного сюжета про Омнимэна из мультсериала «Неуязвимый», который хочет захватить мир Ван Банчмана. Если вы не смотрели предыдущие части, настоятельно рекомендую. Для этого нажмите на подсказку, чтобы перейти в плейлист со всеми частями, либо перейдите на канал. Ну а если ты уже посмотрел, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ну а с вами, как всегда, Аниманго. И мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Альтернативный сюжет. Омнимэн хочет захватить мир Ван Банчмана. Часть четвёртая Итак, Гару яростно смотрит на Трага, императора Вильтрума, который прилетел на Землю, чтобы лично расправиться с человеком, который сумел победить его сильнейших воинов. Ну и ну. Я и представить не мог, что какой-то землянец может быть настолько силён. Хватит с меня вашей болтовни. Гару резким движением бросается на Трага. Но ему навстречу летят солдаты Трага, которые прикрывают его. Гару, применив технику кулака дробящего камня, разрывает на части нескольких солдатов одним ударом. Не успевает он приземлиться, как его встречает Омнимэн, который со всех сил бьёт Гару по лицу и откидывает его назад и впечатывает в обломки разрушенных зданий. Гару поднимается на ноги и смотрит на них. После полученных ранений Гару приходит в ярость и на высокой скорости подбегает к Омнимэну и бьёт его коленом и откидывает его. После чего бьёт по лицу сильным ударом и также откидывает Омнимэна. Но тот, на удивление, смог выдержать удар Гару. Тут подключается император Траг, который летит на Гару и бьёт его в грудь двумя кулаками. После чего Гару отлетает назад, но смог встать на ноги. Траг удивляется увиденному, так как он не ожидал, что после такого удара, что он сможет стоять на ногах. Хе-хе-хе. Устоял после моего удара? Ну, конечно. Ты расправился с одними из сильнейших моих воинов. Что ж, я сам разберусь. Гару неожиданно быстро оказывается перед Трагом и бьёт его прямо в живот, потом вторым кулаком прямо в лицо и так продолжает серию ударов, пока его не прорывает Конквест, который неожиданно хватает Гару за ногу и отбрасывает его в сторону. Гару был удивлён, так как не ожидал этого, ведь Конквест лежал в бессознании после удара Трага, который в порыве гнева бросил Конквеста на землю, из-за того, что он соврал насчёт гибели Омнимэна, который оказался на самом деле жив. Конквест встаёт на ноги и приходит у себя. Не, Император, я виноват перед вами, но я не могу стоять в стороне. Позвольте мне помочь вам. Траг понимает, что их противник очень силён, и он разрешает Конквесту вступить с ними в бой, но он предупреждает Конквеста, что он ещё с ним не закончил. Будьте начеку. Не расслабляйтесь. В эту же секунду на Конквеста налетает Гару и бьёт его кулаком по лицу и сбивает с ног. После он встаёт над ним и схватив за шею, начинает избивать его сильными ударами. Конквест выплёвывает свои зубы вместе с кровью. Он теряет сознание, но Гару продолжает ломать ему лицо. И тут с криками сзади подлетают несколько витрумитов и атакуют спину Гару. А Гару, как ни в чём не бывало, даже не почувствовав их удары, поворачивает свою голову назад. Зловещим взглядом, посмотрев на них, он бросает Конквеста и набрасывается на одного солдата, которому он сворачивает шею. Второй солдат кинул на Гару свой кулак, но тут хватает, сворачивает и отрывает его. Солдат кричит от боли, но Гару резким ударом разрывает его на части. Остальные солдаты в шоке от увиденного и нереально напуганы. Кроме одного солдата, который полетел на Гару и ударил его по лицу, Гару хватает его за шею и начинает жестоко душить. Но тут Омнимэн вместе с Трагом летят на Гару и синхронно бьют его ногами сквозь тело своего товарища, разрывая его пополам. Гару получает удар и отлетает на несколько десятки метров. Омнимэн и Траг замечают Конквеста, который весь в крови и с разбитой рожей пытается что-то сказать. Омнимэн подходит к нему и встает перед ним. Нолан, это ты? Помоги, помоги мне. Омнимэн отпускает свой взгляд на Конквеста и резким ударом с ноги разбивает ему голову. Ты покидаешь естественный отбор. Нолан, зачем ты это сделал? Я лично хотел с ним разобраться. Но да ладно, нам нужно разобраться с тем сушеством. Не похоже, что он просто человек, раз уж обладаю такой невероятной силой. Подождите, куда он делся? Внезапно Гару оказывается за Омнимэном и пытается его ударить. Но почему-то он останавливается. А Траг, заметив его, кричит Омнимэну, что тот сзади. После чего бьет Гару кулаком и откидывает от Омнимэна. Гару поднимается на ноги, но ничего не предпринимает. Он просто стоит на месте с отпущенной головой. Траг думает, что зацепил его своим ударом и поэтому он так стоит. Но Омнимэн говорит ему, что если он смог встать на ноги, значит он не особо почувствовал его удар. Да что ты несешь, Нолан? Ты просто посмотри на него. Хоть он и смог встать на ноги, он разбит и подавлен. Он понимает, что ему уже некуда деться. Гару понимает, что он перешел черту и дал волю ненависти. Он понимает, что если так продолжится, то прошлая история может с ним повториться. А точнее, превращение в монстра. Он боится, что опять причинит боль невинным героям и обычным людям. Нолан, нам нужно немедленно атаковать его, пока он этого не сделал. Хорошо, вас понял. Внезапно происходит большой взрыв. Ударная волна которого отбрасывает Омнимэна вместе с Драгом. Где-то в городе Зэд. О, я так ждал этой распродажи. Хорошо, что я успел забрать мясо для Набе. Кинг, как ты думаешь, он до сих пор сражается с тем усатым дядей, а? Надеюсь, нет. Ведь Омнимэн является номером два после Бласта. То есть ты хочешь сказать, что у Геннесса нету шансов против него? К большому сожалению, да. Что ж ты, блин, заранее мне не сказал? Его, скорее всего, уже раскинули по всему асфальту. Сайтама и Кинг неподалеку услышали сильный взрыв. Кинг, ты тоже это слышал? Как думаешь, это Геннесс? Думаю, да. Но, но, Сайтама, ты уверен, что нам стоит туда пойти? О? Сайтама убеждает Кинга, что не обязана туда пойти, так как там может быть Геннесс, а без него Набе не приготовить. А еще Сайтама боится, что мясо прозрочится. Он думает, что если не приготовить Набе сразу из свежего мяса, то оно не будет таким вкусным, как им должно быть. Итак, Сайтама и Кинг незамедлительно побежали в сторону взрыва, который оказался не так уже далеко. Спустя несколько секунд Сайтама добрался до места взрыва, где увидел большой столб дыма. Дым рассеялся, и Сайтама видит Гена, состоящим в эпицентре. Эй, Геннесс, слышь, ты чего это тут устроил? А? Учитель, что вы здесь делаете? Так мы с Кингом за тобой пришли, тебя долго не было. Если честно, я думал, что тебя, скорее всего, опять разобрали на запчасти. Сайтама видит неподалеку Омнимана вместе с Трагом. Геннесс рассказывает Сайтаме, что его уже победили, и что ему пришлось отправить сигнал на дрон, чтобы тот привез ему запчасти, чтобы восстановиться и пополнить запас оружия. Пока Геннесс все это рассказывал Сайтаме, на место также прибыл и Кинг, который очень тяжело дышал. Я... я уж думал, что не добегу сюда. Ага. О, Геннесс, так ты тут? И мы тут не одни. Нолан, это еще что за клоуны? Кибердемон Геннесс. Я уже разобрался с ним, но похоже, он смог восстановить свое кибернатическое тело. А те двое? Не может быть. Это... Кинг. Это самый сильнейший человек на этой планете. И да, я еще не вступил с ним в бой. Так что я не знаю, на что он даже способен. Будь начеку. Ты не сказал мне, кто тот лысик. Омнимен говорит, что не знает, кто это, и что видит его впервые. На самом деле, они уже встречались, когда Сайтама выходил из магазина вместе с Кингом и Геннессом. Но Омнимен не воспринял его всерьез, и поэтому говорит, что не знает его, так как не помнит этого. Сайтама замечает за Омнименом и Драгом Гару, который лежит в бессознании, и просит Геннесса посмотреть туда. Геннесс, это ведь Гару? Гару? Эм... Да, учитель. Вы правы. Это бывший охотник на героев Гару. Но как он здесь оказался? Он хоть живой? Вот черт. Эй, вы, ублюдки! Это ведь вы с ним это сделали? Эй, лысая башка. А ну иди к черту и не мешайся под ногами. А ты, Кинг, правильно? Покажи, на что ты способен. Ах, вы твари. Как вы только посмели так назвать мастера. Геннесс, не смей их тронуть даже пальцем. Я сам с ними разберусь. Ха-ха-ха-ха-ха. Решил помереть героем? Что ж, я тебе это устрою. Сайтама медленно идет в сторону Трага и Омнимэна. Но тут Траг полетел на Сайтаву. Обычный удар. Сайтама встречает кулак Трага обычным ударом. После чего от Трага остается лишь красная кровь, которая хлынула в сторону Омнимэна. Да что ты такое? С одного удара? Куда я, черт возьми, попал? Ах, ты ублюдок лысый. Я уничтожу тебя. О, как ты меня назвал? О, черт. О. О, черт. О, черт. О-о. О, черт. О. Продолжение следует...